Наконец-то на Урале пришли серьезные холода Постояло два морозных таких прям минус 24 градуса дня Взял я сегодня безмотыльные удочки с собой, взял жерлички Но прежде чем бурить лунки, исследовать подводные глубины Я бы хотел отдельной строкой поблагодарить всех тех, кто пишет хороший комментарий под моими видео А особенно хочу поблагодарить двух людей Это Антон Фетисов и Юрий Примак Вот вам моя, ребята, персональная благодарность за это за все, спасибо Поэтому устраивайтесь поудобнее, пристегивайте ремни И мы потихонечку начинаем Субтитры добавил DimaTorzok В общем, парни, куда я хотел, я туда не пошел Потому что там откровенный базар Поэтому сейчас пришел на новое место Сейчас буду разбуривать Смотреть глубину мерить и халатом Смотреть подводные камеры, есть рыбы или нет И уже определюсь окончательно с местом И закормимся, и начнем ловить Ребят, прострелил я порядка 40 лунок В некоторых лунках увидел куньков небольших В некоторых лунках плавали платвички Нашел также пень такой интересный Сейчас я все эти лунки быстренько закормлю И будем мы с вами начинать ловить живца Рядом с рабочими лунками Также просверлил дубликаты лунки Для того, чтобы можно было ставить жерлицы Кормить сейчас я буду с руки Потому что течения нету И я хочу, чтобы у меня прикормка ложилась Такой рассыпчатым ковром Чтобы у рыбы не было возможности прийти Сразу хапануть и наесться Начинаем закормить И потом можно будет немножко попить чайку И чуть-чуть передохнуть Прикормка у меня сегодня Это пшенка сваренная Дальше сюда я добавил красноватого оттенка Прикормку для платвы С запахом аниса Добавил немного сухарей И добавил прикормку темного цвета Базовую смесь для фидера Черная Вот и получилась у меня вот такая вот Рассыпчатая Приятного вида прикормка Она у меня уже настоялась в течение ночи Вот и такая рассыпчатая достаточно хорошая и питательная Я думаю, что рыбка должна на нее подойти К сожалению, мормушек в магазинах пока что нету Поэтому ловим без живого компонента Там, где будет попадаться рыбка Там буду выставлять жерлицы Комплект я с собой положил в ящик Так что будем идти Где будет живец Там будем ставить жерлицы Ловить я буду начинать с вот такой вот удочки Это балалайка Самодельная, переведенная С рукояткой из пробки Значит леска тут идет 0074 Старожок игла И вот такая вот малюсенькая мормышка От Ильи Васильева Значит, почему такой выбор у меня сейчас Потому что я хочу поймать живца И выставить жерлицы Соответственно, такая снасть мне поможет В наикратчайшие сроки Добыть живца А потом уже можно будет Пробовать ловить на более тяжелые мормышки И более толстые резки Опа, опа, опа Ух ты Ребята, что за рыбка такая попала там Бьется хорошо Потянуло двум Кунек Кунек Зачетный кунек Ну вот Кунек Попал В общем, поймал два мелких окунька Ну и сейчас попробую выставить их На две жерлицы Насаживать буду вот прям совсем Чуть-чуть вот здесь Чтобы потом, если так и не сработает Можно было его спокойно отпустить Ничего ему не будет Он не сдохнет От таких повреждений Наконец-то Наконец-то Клювная сарова Клювная сарова Мелкая Та, которую можно ставить на живца Парни, у нас сработка Сработка же длится О, тут была плотвичка Кошмар Кошмар Смотрите, что-то все помотало По моему там нету никого все выплюнуло вот так вот а куньки стоят, а куньков не хочет жрать ну ладно, а куньки стоят я думаю, что у каждого рыбака в практике были такие моменты, когда приезжаешь на водоем вроде и погода нормальная, все хорошо, но рыба к сожалению не берет вот хоть ты обтрясись сегодня я прибыл на водохранилище, с утра народу было прям миллион сейчас уже больше половины людей свалило со льда в чем это говорит? о том, что рыба вообще в принципе не клевала но мне как-то более-менее худо-бедно удалось наковырять немножко мелкой заплатки вот, к сожалению, крупная рыба сегодня просто не клюет тут такой достаточно специфичный водоем, что ты можешь прийти а крупная рыба может клевать, а может не клевать причем в одном и том же месте значит, что я предпринял для того, чтобы уйти от 0 во-первых, я максимально утончился я взял, значит, леску 208 поставил чертика 0,27 грамма глубина здесь идет от 3,5 до 5 метров соответственно, на такую глубину надо как-то ставить мормышки ну, может быть, там 0,4 грамма, 0,45, 0,6 даже иногда если сильный ветер ну, это где-то на 5,5 метров уже 0,6 это, скорее всего, потолок поставил сторожок ласточки на крыло для того, чтобы мне можно было максимально плавную и максимально деликатную проводку делать а сторожок этот обладает параболическим строем что ты можешь задавать им прям микро-микро-микро колебания ну, я думаю, что это вы на проводках увидите у меня получилась снасть, значит, которая долго опускается на дно но вместе с этим очень плавно играет и вот именно эта плавная игра спасла сегодня, грубо говоря, всю рыбалку есть еще одна очень интересная фишка касательно вот такой вот оснастки то, что кивок у меня здесь не догружен то есть этот кивок он рассчитан под вес мормышки примерно 0,5-0,6 грамма а сейчас у меня стоит здесь примерно 0,27 это дает более плавную игру если бы сторожок был загружен больше да, то есть примерно вот так то, когда бы я задавал тряс, да, то у меня получается были бы более агрессивные колебания на мормышке а здесь у меня кивок, он практически ну, не сказать, что прямой, да но я могу прям совсем буквально по миллиметрам делать микро-микро движение ну, соответственно, на пассивную рыбу такая проводка работает хорошо на рыбалке, особенно когда вы приехали и абсолютно глушняк это бывает помогает ну чё поёс чё поёс Ваврии поинтересней отчертика сегодня я рыбачу отчертика сорокина с подсадкой своей такой яркой зеленой икринки прям хорошо работает давай беги четко иди сюда но мы сегодня ребят по сравнению с другими хотя бы что-то ловим хотя бы какую-то киньку вот такую но мы ловим так что все-таки получилось у нас найти мормышечку на которую поклевывает вот эту вот мелочь ну ты что домой не хочешь совсем давай вот и все-таки после обеда я уже хотел уезжать но что-то мне внутри подсказало что надо немного еще остаться вот и подошла вот эта вот мелочь крупной рыбы к сожалению нету вот но для того чтобы приятно провести время мне хватает и такой рыбешки рулили у меня сегодня две мормушечки одна вот такая вот это чертик 0,27 грамма сорокина с ярко-зеленой икринкой и вторая мормушечка это вот такой муравейчик маленький вот львила вот две мормушки которые у меня сегодня принесли весь улов работала ребят жерлица что-то все вымотано что-то там похоже есть что-то там похоже есть оп есть есть парни ух ух вот она все ребята скушала она окуня нашего родимая мщучка то была такая где-то в районе полкило с таким набитым пузом вот но я ее аккуратненько отцепил и в общем отпустил я ее потому что ну что полкило ни туда и ни сюда пускай живет дальше ест всякую там сорогу и окуньков но все равно хорошо адреналинчик прикольно Америку я наверное ни для кого не открыл ребята но тем не менее своими наработками я с вами поделился я надеюсь что это видео было вам полезным ну а у меня на этом все встретимся с вами в следующий раз в следующий раз